Привет, на связи Девайс. Сейчас я расскажу про бюджетную сборку ПК для игры работы в 2024 году за 30 тысяч рублей. Ryzen 5600G – лучший процессор со встроенной графикой для бюджетных сборок по сочетанию цена-производительность. Он может загрузить RTX 3070 на 100% в абсолютном большинстве современных игр. Как ты уже понял, данный проц отлично подойдет для будущего апгрейда, если ты все же решишь поставить эту сборку в дискретную видеокарту. У 5600G 6 ядер и 12 потоков, а еще очень производительная встройка Vega 7. Такое решение является оптимальным выбором для игр, при этом показывая достойный уровень производительности в профессиональных задачах. Игровые тесты ты найдешь в конце видео, но забегая вперед могу сказать, что FPS даже в 1080p находится в комфортном диапазоне. При своей немалой производительности проц показывает скромный теплопакет в 65 Вт, что дает большой потенциал для разгона. Главный плюс процессора – наличие встроенной графики Vega 7. Компания AMD разрушила миф о том, что встроенная графика ни на что не способна в играх. Именно с Vega 7 красные показали, что бюджетная игровая сборка может обойтись и без дискретной видеокарты. Ну а купить такой проц ты сможешь за 11 тысяч рублей. Ссылки на все железо из этой сборки я оставил под видео, в ссылках указаны только проверенные продавцы с лучшими предложениями. Переходи на ссылку, чтобы уточнить цены, характеристики и отзывы. Материнская плата от Gigabyte на A520 чипсете – одно из самых популярных бюджетных решений на AM4. Подсистема питания распаяна по схеме 3х3 фазы, поэтому не рекомендуется разгонять проц выше частоты турбобуста 4,4 ГГц. Она идет с двумя слотами под оперативную память DDR4, также она имеет 4 SATA порта и 1 М.2 разъем. Существенным недостатком могу отметить отсутствие каких-либо радиаторов на VRM-зоне. Со стоковыми частотами турбобуста температуры мосфетов цепей питания не выходят за критические значения. Однако в любом разгоне выше 4,4 ГГц температуры превышают приемлемые значения. Эту материнскую плату сможешь урвать за 7 тысяч рублей. Тебя интересует мир компьютерного железа? Тогда подписывайся на канал и ставь лайк на видео, в разделе комментариев делись своим мнением и задавай любые интересующие тебя вопросы. В моей сборке очень важна скорость оперативной памяти, так как у встроенной графики нет своего буфера данных и поэтому она использует оперативную. Я взял комплект от Kingston Fury из двух планок по 8 гигабайт каждая. Частота по XMP профилю 3200 МГц при таймингах CL16. Оперативка без проблем работает на заявленных частотах XMP профиля. Достаточно нажать три кнопки в BIOS. Цена за такой комплект 4000 рублей. Подписывайся на мой телеграм-канал, в нем я регулярно публикую рейтинги компьютерного железа, обзоры, сравнения и другой ПК-контент. Там ты сможешь найти скидочные промокоды для выгодных покупок. Ссылка на телеграм в описании под видео. Kingston NV2 500 ГБ минимальный по стоимости М.2 накопитель от крупного бренда, который обладает хорошими показателями записи и чтения по сравнению со своими малоизвестными конкурентами. 500 ГБ – самый малый объем для комфортной работы за ПК. После установки винды останется 430-440 ГБ свободного места для ваших задач. В данном ценовом сегменте это лучший выбор по соотношению цена-качество. Кулер совмещает в себе красивые декоративные детали и низкую стоимость. Самая верхняя пластина радиатора выполнена в виде черного декоративного элемента с логотипом компании. Кулер состоит из радиатора с двумя термотрубками и одного 92-миллиметрового вентилятора. Он точно сможет отвести тепло от процессора с TDP в 65 Вт. У кулера отсутствует функция контроля оборотов, но даже так кулер всегда остается тихим. Учитывая цену в 700, он идеально подходит для бюджетной сборки. Фактическое энергопотребление сборки около 160 Вт. И это только в момент пиковой нагрузки на процессор, а в играх и то значительно меньше. Учитывая, что в сборке только процессор с энергопотреблением 65 Вт и отсутствует видеокарта, то у БПС 528 Вт по линии плюс 12 Вольт остается огромный запас. Этот блок питания имеет хорошую элементную базу, а также большое количество отзывов на различных площадках. Его можно купить за 4200 рублей. Корпус от компании Гинзу модель B190 имеет тип мини-тауэр, в него вместится практически любой бюджетный кулер. Но если ты хочешь поставить в сборку более мощное охлаждение, учитывая лимит по высоте кулера в 145 мм. Он обладает достойным количеством отсеков для накопителей. Благодаря ему в эту сборку можно еще установить еще один SSD и два жестких диска. Ценник 1300 рублей. Самое время узнать, как ведет себя сборка в играх. Я взял самые популярные онлайн-проекты и выставил в них максимальные настройки графики. Технология FSR не использовалась, тестирование проводилось в двух разрешениях 720p и 1080p. Результаты ты можешь увидеть на своем экране. Самое низкое значение Fortnite, лишь там средний FPS упал значительно ниже 60 кадров. В других популярных играх сборка полностью справляется с задачами, обеспечивая стабильно больше 60 FPS, и это все без применения технологии FSR. Это был мой вариант компьютера за 30 тысяч рублей. Если заинтересовался, загляни в описание под видео, там будут ссылки на комплектующие из этой сборки по самым выгодным ценам. Не забудь про телеграм-канал с промокодами, ссылка на него тоже в описании. Оставляй комментарий под видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Благодарю тебя за просмотр и поддержку, жду тебя в новом выпуске! Субтитры сделал DimaTorzok